Привет, а сегодня у нас на обзоре игра для настоящих ценителей выживалок. Это одиночная игра, где вы будете пытаться не умереть от первого же зомби, потому как она весьма хардкорная. А называется она Dismantle, хотя я не уверен, что правильно выговариваю её название. В общем, давайте посмотрим на неё поближе. Вы на канале Альфа Андроид Геймс, и мы начинаем. Дизмантл Дизмантл – это одиночная выживалка с очень необычным игровым процессом. История здесь вполне стандартная. Наступил конец света, люди стали превращаться в зомби, а вы, как отважный и бравый воин, закрылись в своём бункере, где есть еда и вода. Правда, спустя год такой жизни ваши запасы истощились, и у вас не осталось другого выбора, кроме как подняться на поверхность и найти себе новое место для выживания. В общем-то, сюжетная линия и будет вас вести по всем локациям. Хотя, конечно, мир в целом открытый, и вы можете идти куда угодно. Забавно сделана сама система, что ограничивает ваше передвижение. Так, в стартовой локации вам нужно будет сломать мебель, которая закрывает проход дальше. А чтобы её сломать, нужно иметь оружие с определённым уроном. А вашему лому урона не хватает. Однако, сломав пару предметов в стартовой локе и улучшив свой лом у костра, вы сможете пройти дальше. Так устроена вся игра. Чем дальше заходите, тем более редкий лут там падает. Ну и, конечно же, крутой лут падает из более сильных противников. Что касается предметов, то, как я уже сказал, их можно прокачивать. На каждый новый уровень нужны новые материалы. Причём нужно их много. И если у лома увеличивается урон, то у рюкзака будет увеличиваться количество слотов. Тут мы приходим к ещё одной забавной штуке. Вы сможете таскать в рюкзаке не слишком много предметов. Но зато их можно сдавать в специальный ящик. И вот он, по сути, бесконечный. Обычно ящики эти находятся возле костров. А костры это как раз те самые контрольные точки, где можно создавать и улучшать предметы. Создание предметов проходит по схожему сценарию. Вы открываете дерево рецептов и находите то, что хотите выучить. Игра требует у вас ресурсы и при их помощи появляется предмет. А после его также можно улучшать. Кстати, чтобы изучить определенные предметы, нужно не только собрать ресурсы, а и прокачать уровень своего героя. Опыт дают за убийство зомби, выполнение различных заданий, а также за сдачу ресурсов в ящик. Собирать предметы довольно забавно, потому как большая часть объектов в игре разрушаются. И именно так вы будете добывать ресурсы. Нужны листья, косите траву. Не хватает железа, просто ломайте железные объекты. В целом, выживалка довольно крутая. Красивая графика, а также простое управление с возможностью вращать камеру. Да и к тому же, в игре огромная карта, которую нужно открывать. И хотя она поделена на локации, выглядит внушительно. Так что если вы фанат данного жанра, то эта выживалка для вас. А вы пишите свое мнение по поводу этой игры. С вами был канал Альфа Андроид Геймс. До встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok